Накануне Дня Шахтёра обновлённую доску почёта Яковлевского ГОКа, входящего в компанию «Северсталь», открыла новая подземная погрузочно-доставочная машина. Только в первом полугодии 2020 года закупили 85 новых единиц техники в рамках беспрецедентной инвест-программы Яковлевского горно-обогатительного комбината. Здесь постоянно проходит обучение для тысячи сотрудников, в их числе и лучшие по итогам прошлого трудового года. Такие, как проходчик 5-го разряда Игорь Буйнов. В профессии он уже 15-й год, в его копилке достижений есть и собственные рекорды. Раньше у нас комплексные бригады были, мы выполняли всякие разные работы. А сейчас я практически выполняю одну работу. Я бурю шпуры для производства взрывных работ. Рекорд мой – это пять забоев за смену. Я успел обурить. Это за сколько часов? Ну, у нас смена 7 часов. Ну, мне помогали мои товарищи. На обновлённой доске почёта Яковлевского ГОКа не только 12 ударников производства. Здесь впервые разместили фотографии восьми семейных династий, которые проработали на комбинате не одно десятилетие и сумели внести большой вклад в его развитие и даже увеличить объёмы добычи руды. Эти трудовые династии связали свою судьбу не в одном поколении с Яковлевским ГОКом. Поистине он стал для них вторым домом, но не только для них, для всех нас. И хотелось бы, чтобы в нашем доме всегда царил дух взаимовыручки. Мы всегда ставили перед собой новые цели и в нашем доме было процветание. На доске почёта лучших сотрудников Яковлевского ГОКа и династия Марченко – сыновья Максим, Игорь и их мама Надежда. На награждение братья Марченко пришли со своими маленькими сыновьями, возможно, тоже будущими шахтёрами. Старший Максим вспоминает, что пришёл сюда работать вслед за своими родителями. Тут же трудился и его отец. А сейчас же работают на пару со своим братом. Я пришёл сюда учеником слесаря, потом обучился нашим машинистам, ПДМ работал, пошёл, высшее образование получил, был начальником участка. Конечно, профессия, не каждому она подходит. Многие приходят, опускаются в шахту и уходят, потому что они как-то сразу прикипели. Яковлевский ГОК сегодня активно увеличивает производство. В рамках новой стратегии к 2023 году объёмы добычи руды вырастут в пять раз – до 5 миллионов тонн в год. Штат коллектива пополнится вдвое – до 2,5 тысяч человек. Только в 2020 году на строительство новых промышленных объектов и модернизацию старых выделено более 8 миллиардов рублей. Дарья Яготинцева, Алексей Зимин. Программа «Такой день» на Мире Белогорья.